Всем привет народ, с вами Лисперс, я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня мы посмотрим на такую при альфа, даже версию игрушечки Астронир. Я надеюсь она разовьется и будет прям идеально, потому что судя по отзывам, которые я прочитал и сам тут буквально чуть-чуть побегал, в отзывах народ прям говорит, игрушка вообще секс, все дела, заходите, не пожалеете. Ну на самом деле так, если разработчики не будут как бы тупить и не будут жадными, я думаю выйдет прям обалденная игрушка, это что-то типа No Man's Sky, да, только правильного No Man's Sky, каким он и должен быть. В общем-то здесь можно запилить просто тонну, просто миллион тонн годного контента именно вот с этой графикой, всякие там постройки, прочее, пятое, десятое, плюс здесь уже есть возможность, так скажем, да, бегать не одному, а командой, группой. Конечно же одному интересно исследовать все это, но когда ты бегаешь с твоим другом или даже с неизвестным человеком, который с тобой просто носится и составляет тебе компанию, я считаю, что все это гораздо сильнее и более интересно сказывается на игрушке в целом, да. Ладно, давайте-ка начинать наверное, ну погнали вот за этого чувачка, исследовать будем конечно же вместе ее, потому что игра для меня новая. Так, тут можно даже камеры повращать, вот этот вот мир, куда мы собственно говоря и приземляемся, какой-то он каменистый, ух ты, облачка есть, воу-воу-воу. Хе-хе-хе-хе, игра немного подлагивает, но оно и понятно, ребят, при альфа версии она еще не до конца отглажена, но даже в своем таком состоянии, кстати, при альфа, и то уже что-то хорошее себе представляет. То есть графончик вот, ну такой себе нормальный, нажмите гритап и выйдите отсюда, да, движение, ну понятное дело. Смотрите, даже головой можно как бы повращать, да, и собственно говоря, хе-хе-хе, фонарик тоже двигается вслед за вами, видимо где-то он к шлемаку, наверное, закреплен, да, где он там вообще закреплен, я что-то не понимаю, откуда там свет-то исходит, не совсем ясно. Ну и может быть вот это вот фонарик. Ладно, не суть важна, главное, у нас есть инструмент для изменения рельефа, давайте-ка займемся терраформированием, наверное. Вот здесь можно прям выкопать себе или огроменную яму, или наоборот. Так, органически, хорошо, органические соединения мы собрали. Здесь вот можно посмотреть, что для чего нужно, то есть соединение требуется для опор, титан для бака, ну и все тому подобное, короче. Как только у вас будут нужные соединения, можно будет эту вещь создать, произвести, построить. Я не знаю, что за 3D принтер у него такой супер новомодный, на спине надет, ну в общем-то он работает, и грех жаловаться, да. Вот так вот все это дело выглядит, можно выбросить, можно обратно забрать к себе в рюкзак, да. Вот эта голубая полосочка, это у нас кислород, пока что мы сильно далеко от своей, так скажем, базы отходить не сможем. Вот это энергия. Энергия, конечно же, нужна для того, чтобы все это дело собирать, потому что вот этот инструмент, который мы достаем, вот этот огроменный дрын-пылесосович, я не знаю, как его еще назвать, именно потому что он просто в себя втягивает нафиг все. Тратит он энергию на то, чтобы, конечно же, работать. Можно, кстати, и наоборот им, как бы, вот такую-то выпухлость, скажем, здесь нарастить, ну почему бы нет. Ладно, куда? О, смотрите, соединение, вот в принципе это то, что нам сейчас и необходимо. Можно по-быстрому собрать. Сколько энергии у меня хватит сейчас? Да ладно, и смола рядом есть, офигеть, вот это, слушайте, мне поперло прямо. Ладно, давайте-ка здесь немножечко сначала. Ну все, энергия у меня кончается. Ничего делать я не могу. Кислород пока есть, можно постоять. В общем-то, все это полутать. Графика симпатичная, знаете, мне нравится, то есть она, знаете, вот чем мне напоминает эта графика, особенно вот облаками, форум с 3D, реально, вот червячки. Ну серьезно, какое-то такое сходство есть, и, блин, не хватает только их прикольных голосов, я не знаю. Так, соединение мы продолжаем окопать. Слушай, на каком расстоянии эта штука действует? Обалденно. Так, ну и смолы, наверное, надо тоже собрать. Так, подожди, кислород кончается, давай-ка сюда. Вот так вот обозначается, то есть кислород, такой вот шланг, скажем. Ну, шланг, не шланг, я не знаю, какой-то Wi-Fi передача, грубо говоря, кислорода прямо в наш костюм. Еще бы энергия также вот заряжалась бы, было бы вообще идеально, но я думаю, мы найдем способ, как подзарядиться. Такие дела. Давайте-ка еще смолы, наверное, соберем. Смола. Здесь есть, смотрите, количество тоже ее немаленькое. Сколько мне стаков нужно? Я думаю, стака 2-3 хватит. Нет, у меня опять энергия кончается. Вот это вот обломно, конечно, я хочу здесь просто полпланеты, как бы это, изменить так, как мне нужно. Но не получается. Ладно, давайте-ка чекнем, что мы можем. Вообще, вот смотрите, из чего это? Что это у нас? Из соединения, кстати, они у нас есть, вот уже 2 стака набралось. Мы можем произвести солнечную панель. Давайте-ка сделаем. Вот так вот просто нажимаем, и бэбэмс, оно до хрена узнает, напечаталось, что ли. Вот куда ее можно присобачить? Ага, ее можно вот сюда поставить, допустим. Почему бы нет? Только солнце что-то как-то скрытое. Здесь сплошные звезды, и солнца я не вижу. Ладно, не суть важна, зато у нас есть солнечная панель. Так, что-то еще здесь можно. Опоры. Кстати, опоры это штука нужная. Сейчас я покажу, для чего они необходимы. Хотя бы один стак мы их сделаем. Так, смола. Клево. Пускай будет. Так, бак у нас из титана. Это у нас медь, маячок. Маячок, а маячок зачем? Из соединения, нафига мне маячок? Понятия не имею пока. Вот. Так, здесь можно что-то расширить. Берем вот за эту штуку. А, смола требуется. Смотри, а все ведь не просто так. Так, а можно как-то ее вытянуть чуть-чуть? Ага. Ну, в принципе, она так и работает, да? Ну, хорошо. Допустим. Пускай будет. Так, сюда еще можно будет загрузить смолы. И что-то там, наверное, построить. Так, смола у меня еще есть. Подожди, органический. Вот смола. А ну. Да, господи. Немножечко непривычно еще все это дело использовать. Вот. Так. Где у нас смола была? Вот где-то там. Для чего нужны опоры? Давайте-ка я вам покажу сразу. Это вот такая вот фига тень. Ну, как троллейбус у нас, как ездит. Правильно. Ему нужна подпитка электричеством. Нам нужна подпитка кислородом. Значит, мы можем вытащить вот эти вот опоры, да? И, собственно говоря, уже не бежать до нашей базы. И прям здесь подпитываться кислородом. В общем-то, это дает нам такую нехилую мобильность. Я говорю, если бы еще где-то добыть энергии бы, я не знаю. Было бы вообще, наверное, потрясающе. Что, это все здесь больше... А, нет, есть. Смотри, надо просто глубже копаться. Котлован я здесь такой уже нехилый прорыл, но... И все, и энергия кончилась. И ничего. Да ладно! Солнце вышло! Посмотрите, какая красотень там! Реально найсово! Слушай! Это вообще, по-моему, звезда смерти какая-то над нами там летает. Ладно, не знаю. В общем-то, свалились мы, кстати, с какого-то космического корабля. Где он там? Его даже не видно. Но, в общем-то, он там где-то в космосе есть. Кстати, да, если задохнешься здесь, а задыхаешься... Ну, просто тупо не досмотрел за своими показателями. Задохнулся ты и просто появляешься около этой капсули. Ну, пока что. Я не знаю. Может быть, потом где-то можно будет точку реза выбрать. Но на данный момент все происходит именно так. Так, смола. Смола еще есть? Ага. А ну. Оба-на. Ох ты ж, хорош. Слушай, смола нужна, получается, для того, чтобы строить такую вот платформу. Наверное, для платформы мы что можем сделать? Подожди. Хе-хе-хе-хе. Задом наперед. Ну, прикольно написано, конечно. Медь вот вращается, как бы, которая требуется. А что это? Можно посмотреть только отсюда. Это принтер, ребят. Это, понимаете, его принтер. Так, медь соединения. Подожди. А, это... А, так слушай. Вон она, ну что. Вот это плавильня. Вот это транспортный бокс. Принтер. Исследование плавильня и транспортный бокс. Меди у меня пока нету. Может быть, вот эту штуку... Тут... Давайте плавильню построим. Я не знаю, плавильня звучит круто. Мы что-то сможем плавить. Такс. Соединение соедин... А, слушай, соединения тоже кончились. Раз. И все, ребят. Больше, к сожалению, у меня ни на что не хватает. Здесь я тоже ничего крафтануть не могу. Ладно. Можно еще, наверное, я думаю, сгонять и поискать. Вот здесь вот соединения были. А, ну... Во! Точно! Стоило чуть глубже копнуть. Как сразу... Ну все, это походу все. Хе-хе-хе. Ловить здесь больше нечего. Давайте-ка пойдем куда-нибудь дальше. И что-нибудь еще и следуем. Посмотрим. Не, ну графон... Вот это че такое? Стрелочка туда главная. Ведь такая какая-то ведет, да? Это че? Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Энергия? В смысле, я энергию где-то нахал? Хе-хе-хе. Нифига себе. Все, она кончилась походу здесь, да? То есть это какое-то месторождение, что ли? Немножечко не понял вот этого момента. Но... Что это? Энергия. Угу. Ну ладно. Зато у нас есть энергия. И опора, кстати, расходуется. Так, может быть, органики еще соберем? Слегонца. Ну давай. Давай вот это все сюда. Красотень. Реально, таким терраформированием можно заниматься, чтобы прям закачаешься. Что, мне хватает? Нет? Нет, еще чуть-чуть, видимо. Да, вот эти вот кактусы, не кактусы. Что это? Пылесосить нужно. А, соединение нашел, отлично. Давай, 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 давай сюда это дело. Подожди. Где у меня мои опоры, ну? Вот так. Вот так. И вот сюда заброшу. Следить надо за кислородом. Не ровен час можно и окочуриться. Не хотелось бы, конечно. Подожди. Ну, слушай, ну энергия, вот то, что мы собрали, энергию, она тратится. Получается, да? Судя по всему, да. Зато у нас основной столбец, так скажем, пока что не кончается. Так, здесь походу, походу все, да? Все, что могли с вами, мы здесь уже обобрали. Обобрали. Это что? Соединение. А почему я их не могу? Опоры соединения. Соединение энергии. Такс. Маячок. Можно маячок забабахать? Ну, нафига он нужен? Солнечная панель. Я не знаю, давайте сделаем солнечную панель. Так, вот эту штуку я заберу. А солнечную панель, ну, куда, ну, ребят, ну, потащили, я не знаю, на базу. Да куда ты там воткнулся-то? Хе-хе-хе, в опору воткнулся, главное, кислородную нашу. Так, а если закрыть инвентарь? О, если закрыть инвентарь, ее можно тоже тащить. Ну, логично. Нафига с открытым инвентарем-то бегать? Так. Солнечная панель, давай сюда воткнем. Оно как, должно зарядить, что ли? Хотя мы здесь еще ведь ничего не построили, чего там заряжать-то должно оно? Соединение, а ну. Ну, втыкай. Вот так, да? Плавильня, давай. Нифига себе. Хе-хе-хе-хе. Аба. В смысле энергии нет? Вон же солн... А, ну, блин. Солнечная панель-то есть, а... Собственно говоря, солнца-то нету, нифига. Опять уже ночь наступила. Я не знаю, какая-то не совсем удачная планета в этом плане. Слишком уж быстро она вращается вокруг своей звезды. И да, здесь какие-то гималайи, кстати. Слушай, на гималайях там еще какая-то фига тень есть. Вы смотрите, вот... Вот что-то там интересно лежит. Я думаю, можно будет как-то туда сбегать. Но пока что мы займемся какими-нибудь делами более насущными. Так, во-первых, плавильня. Что она делает? И для чего она... Может быть, еще одну солнечную панель ей сделать? Я не знаю. Как бы соединение-то пока есть. Давай. Найсово. Вот с этой стороны ее еще воткнем. Я думаю, две солнечные... Или в те четыре нужны солнечные панели. Что-то не пойму. Кого знает. Ей-богу. Так. Энергии нет. А это что? Ну ладно. Судя по всему, только от основного как-то модуля можно делать вот эти вот расширения. Смола, а ты... Давай сюда тащи, слышь? Ага. Никак, да, судя по всему? Смолы у меня... Смолы у меня нифига нету, ребят. Давай сюда тогда направим. Оп. Ты вытянуть нормально можешь, нет? Походу нет. Может быть, сначала смолу надо закинуть сюда. А уже потом тащить куда, в принципе, душе угодно. Фиг с ним. Где бы мне смолу найти? Это вопрос хороший. Это вопрос дельный. Но, к сожалению, пока что он остается без ответа. Искать надо, просто бежать и искать. Кстати, здесь можно спринтануть, и я просто неторопливо, так скажем, хожу. Давай еще энергии. Отлично. Что-то мы еще там немножечко подлутали. Так. Здесь мы уже все, что могли, собрали. Вон там, интересно, какая-то кучка находится. Давай. Вот так. Вот так. Не вот сюда. Что это за яйца-то? Ёптать. Твою на... Налево нафиг. Вот это я испугал. Что это такое было? Это, конечно, круто. Слушай, медь и смола. Что это за... Какой-то аппарат, что ли, спускаем? Ну, ладно. Слушай, как бы место есть. Давайте заберем все это дело. И медь и смолу. Надо под... Кстати, там медь и требовалось для постройки на нашей базе. Предлагаю быстренько туда метнуться. Прямо реально спринтанем. И посмотрим. В половильню, по-моему, можно было ее пихнуть. Только вот, к сожалению, у меня не было... Так, смола. Смола это... Блин, ладно. Или куда нам медь-то требовалось? Что-то я не пойму. А ну, открывай. Так, смола давай. А, он автоматически, смотрите, как бы вытягивается на определенное расстояние. Я-то думал то, что можно просто вытянуть вот как захочешь. Оказывается, нет, хренушки. Здесь не будет так, как тебе хочется, да? Вот в этом плане пока что. Ладно. Как бы не суть важная. Я за это дело вообще пока не переживаю. Опоры, опоры. Кстати, у меня опоры, по-моему, кончились. Давайте сделаем. Ммм, найсово. Так, для бака требуется титан. Что за бак, пока непонятно. Генератор. Генератор чего? Для него медь требуется. Для генератора. Для маячка соединения. Флюгер алюминий нужен. Блин, ну я не знаю, стоит ли тратить медь. Где-то она еще. Я где-то видел, что требуется еще медь. Вот, наконец-таки у нас рассвет. Может быть, сейчас у нас появится энергия. Может быть. Да подожди ты вот эту штуку. Давайте, наверное, вот на эту. Блин, ну я ни черта не вижу. Ну как-то неудобно в этом плане. А, вон, смотри, заряд пошел. Все. Пофиг тогда, где стоит солнечная панель. Видимо, здесь она, свет тоже как-то хапает. Ну что, я вам скажу. Найс, вон. Слушай, я даже запрыгнуть сюда могу. Да ладно. Нифига себе. Это еще ватафак. Ребята. Кажется, надвигается какая-то задница. Слушай, меня не сдует к чертям. Может быть здесь... Воу, слышишь, сдувает. Хе-хе-хе. Я не знаю, блин, или куда-то. Я надеюсь, не помру. Ну ладно, даже если помру, в принципе, я появлюсь здесь же. Отрясаю. Охренеть. Хе-хе-хе. Вот это планетка. Я надеюсь, здесь все-таки... Ветер не как на Юпитере, или как на Уране на нашем, да, там. По-моему, около двух тысяч километров в час скорость его, ну, грубо говоря, вас разорвет за секунду. А здесь... Ну, здесь вроде пока живем. Да ладно, камнем бы по башке не попало. Ау. Слушай, а он дамажит. То есть экран вокруг стал... Красным. То есть я получил урон какой-то. Ну, реально, вот таким булыжником прилетит. Хорошо, что у меня есть хоть какой-то... Ааа, может вообще... Ау. Я умираю. Вот. Ёпарас, это я реально сдох, прикинь. Черт. Ааа, труп, 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 труп. Так, давай. Как... Переместить-то вот это все дело нужно забрать? Отлично. Хе-хе-хе. Фу, слушай, ну... Я так понимаю... Офигеть, меня там закопало. Это долбанная буря. Она просто ждала того момента, пока я не скопычусь. И вот я помер, и она ушла дальше. Я не знаю, совпадение. Хе-хе. Но я не думаю. Так, плавильня, что с тобой можно делать? Я бы хотел посмотреть. Так, так. Вот это вот... Как с ней там взаимодействовать-то? Ё-моё. Что ты делаешь? Ну, допустим, вот у меня есть медь. Медь куда можно? Медь сюда можно запихнуть. Давай. И... Запихнули медь. А дальше... А дальше хрен его знает. Ребят, если кто-то знает, что делать с этой медью или... Что с этим делать? Подскажите. Давайте я, может быть, генератор сделаю. Афиг его знает. Ладно. И ничего другого не остается. Мы можем сделать только генератор. Генератор это дали чего? Не знаю. Он ставится где-то здесь. Соединения органические нужны. Давай. Так. А-а-а. Ну все. Кажется, до меня дошло. Это еще один вид, наверное, энергии. То есть, солнечный батареет. До нем можно использовать. А генератор будет перерабатывать вот эту вот энергию в... Точнее, органические ресурсы в энергию. И подзаряжать вашу станцию. Ну слушай, ну это нормально. Одобряю такой подход. Реальная тема. Ну что ж. Я думаю, достаточно мы увидели с вами в этой серии. Если вам понравилась вообще эта игрушечка. И вы хотите, чтобы я в ней побегал. Или возможно даже с кем-то как бы побегал вместе. Не забудьте поставить лайкосик. И написать об этом, конечно же, в комментариях. С вами был Лисперс. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok